так вкусно пахнет клубникой это ведь клубника это самый светлый оттенок который там был тут такая вот пипеточка надеюсь что мне подойдет оттенок мне не очень нравится как легла тоналка я вроде как она дорогая ладно буду пользоваться но макияж вроде получился неплохим теперь пора сделать что-то с прической кстати из косметики мне не понравилась тоналка блеск неплохой я таким в детстве пользовалась тушь вроде тоже нормальная но если получше естественно подводка рисует но я стрелки очень давно уже не рисовала поэтому они у меня неровные не одинаковые буду учиться мне очень нравится как выглядит макияж со стрелками особенно я люблю подчеркивать взгляд глаза этот заказ я делала в видео мое утро то есть заказала вот эти продукты и еще заказала такую прикольную штукенцию такая вот труба потому что если снять резинки это действительно как обычный такой вот длинный шланг это губчатые вроде бы бегути так называется то есть нужно так вот закрепить карабиком здесь и можно сделать локоны кудри на ночь естественно на влажные волосы и таким образом должны получиться локоны чтобы не травмировать волосы всякими плойками фенами здесь такие прикольные две резинки оказывается тоже фиолетовые сегодня вечером я хочу протестить потому что буду мыть голову и делаю такие вот губчатые бегути протестим вместе и скажу вам работает это или нет у меня очень течет нос поэтому я всегда делаю вот так потому что недавно я наконец-то сделал операцию сейчас вам все подробно расскажу вы просто посмотрите на эту коллекцию моя коллекция и это еще не все то есть половину где-то если не больше я уже выкинула использовала спреев вот этих вот которые разбивают нос а половина еще есть такое же примерно количество у родителей дома в моей комнате и да здесь получается они практически все пустые тут еще чуть-чуть осталось буквально на дне я очень надеюсь что через некоторое время я забуду о них потому что последний год даже больше года я уже пользуюсь вот такими вот штуками в течение дня каждый час каждые полчаса и мне очень трудно дышать если забивается нос забиваются и уши очень трудно говорить и вообще слышать и жить поэтому я решилась на операцию очень давно планировала сделать эту операцию и никак не могла потому что сначала не было возможности потом началась учеба потом другие были причины в общем да и получается неделю назад 19 октября в четверг мне наконец-то сделали операцию в среду я была у врача и мне снова меня снова проконсультировали сказали что вот нужно сделать то то есть выровнять носовую перегородку и уменьшить носовые раковины потому что они у меня были увеличены из-за этого тоже нос плохо дышал нужно было это сделать и я говорю что мне нужно как можно быстрее потому что я скоро выйду на учебу мне осталось сейчас получается неделя осталась и я уже в ноябре выхожу на учебу снова и он сказал что мы можем даже завтра оперироваться и получается в четверг меня уже оперировали час нет в два назначили вообще на час но оперировали в два часа я ставлю видео как я выглядела сразу после операции которую отправила родителям да вот такой вот у меня сегодня плохой день тоже вот у меня болит мне не меняли форму носа меня она вполне устраивает то есть мне было септопластика сейчас нос к сожалению еще не очень хорошо дышит после операции он совсем не дышал то есть я где-то 3 дня дышала только ртом и это было ужасно 3 или 4 дня сейчас я все еще пользуюсь спреем два раза в день потому что нос тоже плохо дышит но я очень надеюсь что он начнет дышать восстановится дыхание врач сказал что в течение двух недель восстанавливается дыхание я читала в интернете что и полтора месяца но может восстанавливаться в общем посмотрим я очень надеюсь потому что с этим действительно трудно жить на самом деле я не знаю что со мной сделали потому что по сути меня вырубили и сделали вот операцию и на следующий день самое интересное что у меня очень болело вот здесь и ребра наверное меня брали перетащили на другую кровать или не знаю что со мной делали в общем до проснулась я и уже была с повязкой субботу утро меня уже выписали я пошла домой ладно уже не будем больше обсуждать эту тему хотя в будущем я возможно и поделюсь с вами еще как там обстоят дела с носом дышит или нет сейчас нормально иногда дышит иногда нет мы переходим входим в новый день сегодня хочу много всего наснимать сделать и начинать делать работы по учебе потому что нам задали очень много индивидуальных работ которые нужно выполнить а осталось всего лишь неделя получается и я выхожу на учебу снова будем защищать эти работы поэтому мне уже нужно начинать данные проекты на улице очень красиво прям безумно красиво потому что сейчас настоящая осень когда деревья уже пожелтели и листочки так красивенько падают вчера весь день был дождь у меня окно сейчас покажу как выглядит к сожалению оно все запотело потому что тут естественно другая температура на улице пока прохладно тучки посмотрите какие они темные и деревья желтые желтые очень красиво я сегодня планирую выйти на улицу погулять немного потому что мне нужно купить продукты и возможно погуляю немного по магазинам чисто так деньги не тратить просто посмотреть понаслаждаться все в последнее время я заметила что мои волосы значительно отросли а еще недавно я хотела бахнуть корешку сейчас я уже передумала не знаю что то у меня очень быстро меняются решения еще я хотела снова перекраситься в блонд но это если что мой цвет вот этот вот тут я докрасил потому что у меня были осветленные волосы на голову нужно уже мы сегодня помою и почти каждый день мою а сейчас я направляюсь в магазин за продуктами иду в толстовке взяла сумку очень надеюсь что не замерзну на улице 18 градусов вроде бы будет 20 22 градуса так что я пошла за продуктами потому что дома действительно уже нечего кушать я хочу приготовить его несколько новых рецептов так что я наконец-то дома немного погуляла сходила в магазин мне что-то поплохело но я быстренько покажу свои покупки потому что я наконец-то закупилась продуктами так как у меня на карте было наконец появились деньги так как я все потратила на операцию у меня на карте осталось 200 лей на неделю чтобы понимали и вот я наконец-то могу себе купить какие-то продукты так что обзорчик я водички потому что очень устала когда сильно устаю гуляю у меня закладывают уши не знаю с чем это связано вообще говорили что возможно это из того что недостаточно воздуха потому что забит нос но сейчас он меня тоже забит частично в общем не знаю буду еще смотреть как в дальнейшем будет откладываем переходим к покупочке давайте вот так немножечко вас наклоню буду так показывать первый такой небольшой пакетик я била то что очень давно хотела о чем можно так сказать мечтала это баночки для специй чтобы вы понимали купила 6 штучек но мне кажется нужно было больше потому что я хочу абсолютно все специи как и соленые такие сладкие распределить по баночкам потому что они у меня все в пакетиках и когда я к примеру добавляю еду этот пар от еды отходит в пакетик со специями и потом это все не очень хорошо когда вот так вот хранится то есть набирается влага так что в баночках я думаю не будет таких проблем это вот такие вот баночки вот в одном такой в одной такой коробочке две баночки одна с черной крышкой другая с белой и тут есть как такие вот отверстия то есть широкая не умею объяснять точечки и можно полностью закрыть они стеклянные очень надеюсь что будет классно прикольно хранить специи и у меня есть мини-принтер я хочу еще подписать эти баночки то есть напечатаю приклею наклейку что это такое что за специя то есть корица там перец еще что то чтобы ни в коем случае не перепутать потому что есть одинаковые специи есть чеснок есть лук молотый так что да сделаю хотя и чеснок и лук наверное помещу в одну баночку кто мне звонит опять продолжаю мне позвонили так что я уже не помню о чем я там говорила в общем такие вот баночки мы сейчас пересыпем специи и покажу как это будет выглядеть получается у меня здесь 6 баночек такие вот красивенькие к сожалению сверху пластик и не очень качественные сойдет для первого раза очень надеюсь потом будут такие же либо я другие куплю какие-то баночки потому что мне кажется это очень удобно и я видела в интернете как многие так пользуются именно видела наборы для специй там такие ровненькие гладкие баночки их можно как и горизонтально так и вертикально то есть положить сложить они маленькие но я думаю для меня одной этого достаточно этих специй главное не покупать большие упаковки да кто не знал я сейчас живу 1 поэтому приходится все самой одной делать таскать эти пакеты все откладываем баночки и разбираем продукты на следующий день я снова пошла в этот магазин и докупила баночки так что в следующих видео обязательно покажу мне теперь все классно все организовано все супер конфетка вот такой вот огромнейший пакет продуктов я купила и мне даже дали чек якобы я могу выиграть машину так что ребята ждите обзор на новую тачку сейчас зарегаю и фили 4 выиграю машину отложим пока что первое что купила это какой-то дешевый белый шоколад мне он нужен для видео так что я не стала покупать какой-то дорогой вкусный какой-то на скидке был альпинелла ладно не суть далее рисовые галеты тоже для видео хочу снять рецепт не знаю для видео и для себя естественно буду кушать я видела как из этих галетов рисовых делают тирамису очень хочу попробовать данный рецепт и поделиться с вами тоже для видео маршмеллоу абсолютно нет не абсолютно все где-то больше половины здесь для видео такие вот розово-белые маршмеллоу получается либо в этом видео либо в шорт вы уже увидите рецепты и сладости которые я хочу приготовить все рецептики все будет на канале вы хотите и смотрите далее мясные пельмени я очень давно не ела пельмени я их не особо люблю но когда у тебя есть морозилки когда нечего кушать и такая закинула поела так что будут вот такие вот пельмени это из мяса курицы и куркан как индюк кетчуп обычно дешевый греческий йогурт тоже для того рецепта для видео и для меня буду кушать с пельмешками надеюсь это вкусно как бы со сметаной кушать думаю с греческим йогуртом тоже на скидке кукуруза пригодится для какого-нибудь салатика шоколадка молочная обычная прекрасных яблок хлеб мои любимые макарышки бантики куриные яйца сосиски это мясо тут наверное три в одном и курица свинина и говядина да сливочное масло сыр голландский семена чья для всяких завтраков и рецептиков полезных и последнее что я купила также для видео это ой чё они так шумят это орнаменты то есть вот такие вот палочки шоколадные потом какие-то шарики цветные будто бы на пасхальный кулич и ммд это какие-то криспи то есть хрустящие внутри я еще такие не ела не пробовала вот и все на этом все покупочки вроде бы немного но на самом деле денег достаточно потратила да я имею ввиду нормальные еды не так уж и много я больше потратилась вот на эти вот штучки всякие но они мне надолго хватит и кстати нужно тоже пересыпать вот такие вот баночки нужно было побольше этих баночек купить интересно их надо мыть что-то есть давайте пересыпем в баночки всякие специи смотрите когда этого мои специи хранились и здесь у меня что у меня здесь откроем все баночки так немножечко прочистим пальчиками мусор весь не хочу яхнуть надеюсь не отравлюсь потому что попадет влага и потом эти специи снова будут какие-то странные возможно испортится они очень долго будут сохнуть я хочу сделать это прямо сейчас так у меня здесь есть петрушка сушеная добавлять или нет на петрушку добавлю потому что она все рассыпается когда я достаю вот эти вот пакетики петрушка сушеная чуть-чуть рассыпала о не так уж и много и у меня осталось ничего не пропадет мне по-моему есть еще один пакетик с петрушкой да вот он и он целый новенький добавим ее сюда а блин опять чё я такая мазила петрушка есть посмотрите как красиво миниатюрно далее что я буду пересыпать корицу пустенько обычный шоколад молочный но выглядит очень классно эффектно вот что мне получилось да нужно было еще взять купить возможно если попаду снова в тот магазин возьму еще мне не хватает для соленых специй я решила что в черных будут соленые специи то есть здесь чеснок лук видите он вот такой вот видите здесь такие вот комочки то есть это измельченный чеснок лук но из-за того что попала в лако сделали все такие вот клубочки ну да ладно здесь у меня петрушка перец черный и сладкие корица вот такие вот шарики новые и вот эти вот как их трубочки то есть у меня еще есть паприка орегано перец кружочки душистый и нужно это тоже все переложить потом еще есть разрыхлитель тоже бы неплохо бы это все поместить в такие баночки так что нужно еще две коробочки думаю купить потом как-нибудь подпишу с помощью вот этого мини принтера то есть напечатаю необходимые слова что это такое и приклею на баночки но сейчас я не хочу это делать распаковку кстати этого принтера можете посмотреть в шорс мне сейчас нужно разбирать продукты и убирать вот это вот все добрый вечер вы бы видели где вы сейчас находитесь ну да ладно я пришла на кухню готовить себе ужин и снимать новые видосики хочу сейчас начинать уже отдохнула наконец-то уши разложила и приступаю к съемочкам и готовки потому что уже очень хочу кушать так что начинаем а готовить я буду что у меня сегодня будет на ужин я даже не знаю у меня есть лаваш и если он еще хороший нужно из него срочно что-то приготовить так как думаю он скоро испортится если уже не испортился он как бы уже сухой но вроде плесени нет и запах хороший а сроговости когда истекает 120 часов 19 10 сегодня 27 ну как бы уже прошло да но он то хороший значит из него что-то приготовим так как у меня есть кепчук сосиски сыр сделаю сосиски в тесте в лаваше я очень люблю использовать салфеточки у меня на одно приготовление ужина уходит где-то более 10 салфеточек чуть-чуть кетчупа чисто для вкуса у меня еще есть цезарь сырный тоже добавлю распечатаем сыр почему делают такие крепкие упаковки и я его положу сверху на сосиску чтобы он так расплавился обтянул сосисочку ой вам ничего не видно этикеткой закрыла я купила голландский сыр на скидке и голландский вроде хорошо плавится так что он так сверху на сосисках думаю расплавится будет вкусненько сначала сварю сосиски и потом вот обернул вот в этом и пожарю на сковороде на сухой сковороде не буду ничем смазывать вообще их можно смазать еще яйцом но я не хочу потому что не особо люблю такое два малыша эти осадки я наверное уже выкину потому что они сухие из них невозможно ничего сделать пробую что получилось очень вкусно получилось так как я себе представляла так что обязательно пробуйте сосиски в лаваше это топ время полдесятого и я хочу сейчас снимать новые видосики шорты короткие видео которые я буду выкладывать как на youtube так и в тик ток в лайк и хочу вам показать немного процесса вот так что давайте начинайте я себе написала несколько идей вот сюда вот то есть это будет пять видео одно видео я уже сняла у меня на самом деле больше идей но пока что сегодня хотя бы пять видосиков сделать вообще будет супер конфетка первое видео я снимала на кухне а второе мне нужно снять за рабочим столом есть одна идея вы уже все увидите в шортс готовое видео не хочу пока что рассказывать переходите смотрите очень классная идея надеюсь видео зайдет я с этим видео совсем забыла выпить таблетки так что я пошла пить чтобы не пропустить сегодняшний день вроде бы выглядит неплохо на телефоне камера мотор я не забыла что я снимаю на эту камеру все я отсняла пять новых видео таких вот не остался монтаж потратила я где-то два часа если не больше принципе это нормально потому что передвигаю все предметы хочу делать красивую картинку оплатить идею и чтобы все было качественно красиво и видео зашло очень надеюсь что эти видео зайдут и вам понравится я с вами буду прощаться буду делать уборку готовиться ко сну потому что время уже позднее 11 часов ночи я стараюсь ложится до 12 и сегодня не исключение так что все спасибо за просмотр и до новых встреч вот так вот выглядит комната после съемки это еще по-божески это еще по-божески